Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего ютуб канала про установление. Сегодня вам расскажу про капсулу времени. Грузовик МАЗ-5334, 1986 года выпуска, с пробегом чуть более 1000 км. Данный грузовик более 30 лет простоял в гараже, вот только внешне он отличается от того, что вы хотели от него ожидать. Тем не менее, внимательный разбор фотографий позволит нам с вами сделать предположение, что данный грузовик действительно может быть находкой автоколлекционеров, а может быть и нет. Давайте вместе разбираться. Да, его кабина выглядит достаточно потрепанной для такого мизерного пробега, но не забывайте, что грузовику уже более 30 лет, большую часть из которых, возможно, он простоял на улице под палящим солнцем. Пролинным дождем или снегом. От этого краска выцвела, а местами появилась ржавчина. Но обратите внимание, что двигатель находится в довольно неплохом состоянии. На фотографиях виден тот самый спидометр, на одометре которого замерла цифра 1068. Есть, конечно, предположение, что это второй круг, одометры. То есть пробег минимум 101 068 километров. Или спидометр просто перестал работать в какой-то момент. Да, такое действительно возможно, но не торопитесь с выводами. Посмотрите на запасное колесо. На нем сохранились заводские пупырышки, что может означать лишь то, что данная шина ни разу не эксплуатировалась. Но это не отрицает тот факт, что ее сюда поставили потом. Кстати, состояние шин на грузовике тоже близко к идеалу. Еще один плюс – столбик оригинальности пробега. Важным элементом является под капотом наличие заводского пенопласта, служащего здесь для термо- и звукозащиты кабины. Если вы немного погуглите, то обнаружите, что данный элемент при эксплуатации грузовиков быстро приходит в негодность. И даже на новых конверсионных грузовиках он выглядит намного хуже. Если вы подумаете, что данный элемент могли изготовить вручную позже, то это вряд ли. Достаточно посмотреть на сложную формовку в углах, чтобы понять, что она заводская. Состояние колесных арок также радует. Ржавчины практически нет, зато видны следы заводской точечной сварки. В кабине сохранились всевозможные мелкие детали. Например, крючок для одежды на задней стенке кабины. Он белого цвета в углу. Или выключатель света рядом с местом водителя. Грязь на окнах может быть остатком клея, которым заклеивали окна, чтобы солнечный свет не попадал внутрь и не разрушал интерьер кабины. Что же в итоге? Я склоняюсь к тому, что этот грузовик действительно может иметь пробег 168 километров или около того. Он либо работал на территории какого-то предприятия с пробегом, не превышающим пару километров. Либо находился на консервации. Хотя я не исключаю вероятности того, что это все-таки качественный обман и попытка выдать желаемое за действительное. А вы что думаете? Капсула времени или обман? Ну на этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok